За окном лежит снег, а у нас здесь урожай поспел. Колосится ячмень, скоро можно будет его собирать. Мы находимся в лаборатории института биофизики. Здесь работают на создание замкнутых экологических систем жизнеобеспечения человека с автономным управлением. Ну, фактически здесь создают возможность людям жить на других планетах, представляете? И, кстати, здесь же был проведен в свое время успешный эксперимент, когда трое испытателей жили в замкнутой системе полгода на полном самообеспечении. Биос-3, так он назывался этот эксперимент, возможно, вы слышали про него. Если нет, узнаете из нашей программы сегодня. В начале 70-х годов биофизиками Красноярского института физики была создана и успешно испытана экосистема биос. В замкнутой среде удалось воспроизвести круговорот веществ с участием человека. И в этом направлении мы были первыми в мире. Полноценные эксперименты вот такого характера, как биос-1, 2 и 3, они были первыми. Попытки нахождения человека в герметической системе были, но они были такие, что не было организовано круговорот. Биос-3 представлял собой герметичный модуль объемом 300 кубических метров. Он состоял из четырех отсеков. В жилом люди спали, готовили пищу, а в технологических выращивали растения. В эту систему не поступали со стороны кислород и вода. Все это воспроизводилось внутри элементами самой системы. Вода в виде питательных растворов поглощалась корневой системой растений, а потом транспирировалась, то есть она испарялась листьями, и влага стекала в виде капель воды в приемные устройства. Потом чистилась, и потом эта очищенная вода опять поступала для человека и для технических нужд. Кислород давали только растения. Была проделана огромная исследовательская работа, чтобы понять, как добиться равновесия в закрытой атмосфере. С одной стороны, растения должны были вырабатывать столько кислорода, сколько нужно людям, ни больше, ни меньше. С другой, поглощать абсолютно весь вырабатываемый человеком углекислый газ без остатка. Поэтому вот была введена такая система конвейерная, когда растения, растения же как, они молодые растения, меньше выделяют кислорода и меньше поглощают углекислого газа, а взрослые растения могут с избытком выделять кислород и более активно поглощать углекислый газ. Поэтому, чтобы этот баланс был и не зависел от возраста растений, был такой многовозрастной циноз. Поэтому была такая пила, когда растения разных возрастов в целом усредняли поглощение углекислого газа и усредняли выделение кислорода. При всем при этом человек должен был этими растениями еще и питаться. Это тоже задача нетривиальная. В условиях замкнутого пространства не все можно выращивать. Например, нельзя посадить растения, для опыления которых требуются насекомые. Пчел же туда не запустишь. Значит, нужны растения самые опыляющиеся. Второй момент – они не должны выделять в атмосферу резких запахов, как, например, томаты. Если их выращивать в открытом пространстве, то никаких воздействий аллергического характера человек не испытывает. Но стоит только это исследование проводить в закрытой системе, сразу появляются запахи, аллергические реакции и так далее. На предмет выделения в окружающее пространство хотя бы самого слабого запаха создатели BIOS-3 изучали все, вплоть до обшивки кают. Здесь была каюта, где жил участник эксперимента. Три таких каюты, у каждого своя. Три квадратных метра площадь, небольшая, но все помещалось. Здесь была кровать, тумбочка, полочка для книг, радиоприемник. Всего это здесь сейчас, разумеется, нет. Но материал стен остался тот же самый. И на это я хочу обратить ваше особое внимание. Нержавейка, не крашеная, как есть. И единственное дерево, которое здесь использовали, это бук. Почему? Потому что нержавейка и бук — единственные материалы, которые не выделяют ничего в воздух, в атмосферу. На это красноярские ученые указывали своим американским коллегам, когда встали возможные международные контакты и обмен информацией. Американцы тогда критиковали нас за непрезентабельный интерьер. Мол, глаз должен радоваться, а у вас что, нержавейка не крашеная? На что красноярцы говорили, с отделкой нужно быть аккуратнее. В герметичной системе даже микроскопические выделения будут ощущаться. Американцы с недоверием к этому отнеслись. Я потом сам беседовал. Они рассказывали, что как мы создали систему и очень много пластика использовали, красивого пластика, который как будто бы не газил. Но дело в том, что когда они создали эту систему и закрыли ее, загерметизировали, то растения примерно через неделю начинали желтеть. Человек не чувствовал пока еще ничего, а растения сразу почувствовали и листья стали желтеть. Они сначала не могли понять, в чем дело, а потом, когда стали детально оценивать атмосферу, они выяснили, что пластик выделяет этилен. А этилен является гормоном старения для растений. Еще одна задача, которую решали красноярские ученые при создании этого космического огорода — почва. Если мы говорим о создании базы на другой планете, то Землю с Земли не повезешь. И не потому что тяжело, а потому что с почвой можно занести чужеродные микроорганизмы. Это абсолютно неконтролируемый момент, который может разрушить всю систему. Поэтому создатели биоса поступили кардинально — обошлись вообще без почвы. Пшеница высаживалась, ну, опускались в определенные ячейки в планки зерна пшеницы, они прорастали, давали корешки. Эти корешки выходили из планки и повисали в воздушной среде. Чтобы эти корешки не засохли, нужно было периодически их смачивать питательным раствором. Поэтому через каждые 20 минут эти корешки смачивались поднимающимся питательным раствором автоматически. И поэтому получалось так, что пшеница растет вообще без всякого субстрата. Для других культурзаменителем почвы выступил строительный материал керамзит. Его пористая структура очень хорошо удерживает влагу. Если керамзит смочить питательным раствором, то растения будут прекрасно себя чувствовать. В БИОС-3 удалось добиться того, что система обеспечивала живущих в ней людей растительной пищей полностью. Во-первых, было использование пшеницы, ну, по понятным причинам, потому что это основной компонент растительной диеты европейского типа. Потом был подобран блок растений овощных, которые в своей совокупности давали сбалансированную часть растительной диеты. Растения морковь, свекла, салатные культуры, редис. Вот стояла проблема получения растительного масла для человека. Есть несколько источников растительного масла, например, подсолнечник. Но подсолнечник сюда не подошел, потому что вы знаете его габариты, он очень высокий. Но есть другие растения, которые тоже дают растительное масло. Например, вот была такая находка, как растение чуфы, в глубинке которой обладает большим количеством растительного масла. Единственное, что не удалось сделать, так это создать воспроизводство пищи животного происхождения. Испытатели брали с собой запас консервов. Максимальный срок, на который участники эксперимента заходили в модуль, полгода. Полгода жизни только на том, что давала система, и без контакта с внешним миром. Но все прошло гладко и без конфликтов. Здесь нужно было за растениями ухаживать, понимаете? Следить за аппаратурой, следить за техническим состоянием, думать о каком-то обобщении, потому что люди были научные, сотрудники же в основном. Поэтому у них не было времени, чтобы просто бездельничать. Когда люди бездельничают, тогда возникают часто психологические какие-то конфликты. В тяжелые 90-е годы финансирование проекта BIOS прекратилось, но красноярские биофизики эксперименты продолжили. Сегодня здесь продвинулись по многим направлениям. Так, например, придумали, как пустить в оборот несъедобную часть растений и создать замену керамзиту и почве. Вот это не земля, хоть и выглядит таковой. Это почвоподобный субстрат, перегнившая биомасса самих растений, в данном случае солома пшеницы. Фактически это перегной, но без земли и полученный ускоренными методами. Чтобы превратить, например, солому пшеницы в почвоподобный субстрат, уходит приблизительно от месяца до двух. А в природе этого у нас полгода. Проходит вермитация, потом заражается спорами грибов, высших грибов, потом добавляются у нас черви калифорнийские. И дальше уже по методике мы либо принудительно аэрируем, либо используем различные разрыхлители, инертные разрыхлители для того, чтобы улучшить сложение самого субстрата. И тем самым мы решаем и водный баланс, мы решаем аэрацию почвы. Еще одна проблема, которую в 70-80-х годах решить не удалось, это переработка отходов жизнедеятельности человека. Тогда они высушивались и складировались. Для растений они были ядовиты, а технологии, которая могла бы включить эти отходы в круговорот, не существовало. Теперь она есть. Вот эта экспериментальная установка позволяет переработать любые органические отходы в углекислый газ, воду и полезные минеральные элементы. Мы уже показали, что на данных растворах растения могут хорошо расти и фактически быть не хуже, чем растения, выращенные на стандартных минеральных средах. И разработанная установка глубокой очистки тоже показала, что количество органических соединений, различных летучих спиртов, эльдегидов, фенолов или жирных кислот, оно практически равно нулю. И экспериментально мы подтвердили, выращивая в этой атмосфере растения, что данная переработанная газовая среда уже не будет оказывать на них негативного воздействия. Все эти технологии можно использовать не только для создания потенциальных баз на других планетах в будущем, но и для решения вполне себе земных задач сейчас. Например, перерабатывать отходы или создавать высокотехнологичные теплицы в холодном климате. И это судьба всех космических разработок. Рано или поздно приносить пользу в обычной жизни на Земле.